А давайте будем такими оригинальными и, блядь, будем кидать мне нахуй в личку сообщение, знаете какое? Сейчас скажу. Картинку, где написано, значит, фото в белье, фото жопы и сисек-то выложила, но аудиозаписи скрыла, потому что это лично. Интересно. Нет, аудиозаписи, блядь, это моё, это моё и хуй-хуй-хуй-хуй. Вам нужно столько, блядь, пахать, чтобы эти 4000 аудиозаписей наковырять. Хуй-хуй-хуй-хуй, хуй-хуй-хуй, хуец, вот такие, вот такой вот, вот. Мне насрать на ваши эти фотографии сисечек, блядь. Сисечки видели все, сисечки от сисечек ничем не отличаются, блядь. У всех баб всё одинаковое, голова всё, всё везде одинаковое, это неинтересно. А вот аудиозаписи, это не лично, это просто сосите вот такой вот хуец, пожалуйста, спасибо. Сосочки у всех разные, пишет Доня. Ну, конечно, блядь, один правый, второй левый. Или у тебя они просто один на нас, второй на Кавказ. А через ВК-мьюзик уже прочекал твои 4К. Привет Глебу, если ты меня сейчас смотришь. Короче, я вам давно рассказывала, я даже смотреть не хочу, есть такой канал на ютюбе, которому я когда-нибудь накидаю страйков, сука. Есть такой канал, называется Склад на подхвате, это, это, там находятся всякие склады моих старых, блядь, стримов вырезки. Господи, я там такая отвратительная, я ни разу не пересматриваю, я вообще никогда не пересматриваю свои стримы, стримы, потому что, ну, я веду себя как говно, мне стыдно за это, я как бы не хочу. Я не вырезаю сама ничего, я не замечаю каких-то своих реакций. Я знаю, что я милая и веселая, когда я не смотрю на себя. То есть сейчас я себя вижу, я вижу, как я выгляжу, я типа стараюсь держаться в кадре. Но когда я себя не вижу, вот тогда начинается хардкор. К чему я веду? Давно, осенью, я ходила в одну из кальянных, в которые я люблю ходить, и, короче, я ходила в кальянную, и я показывала, я рассказывала про фокусы, про то, что в этой кальянной мальчики, короче, показывали фокусы, и все это было так прикольно, и некоторые были... Веду себя как говно, продолжаем капа. Вот, с шуточки про говно, галочка. Вот. Может, кто помнит, я рассказывала, что некоторых людей из зала, то есть из кальянной, вызывали мальчики для того, чтобы они были их ассистентами в фокусах, и что я была так под впечатлением от этих всех фокусов, и я работала, ну как, в паре с одним парнем, который говорил, сказал мне в начале фокусов на каждую его фразу отвечать «Да, Глеб». Это было полгода назад. Может быть, я сейчас скажу, когда это было. По поводу моих кальянной и фокусов. Короче, я недавно ходила в свою кальянную. Да, вы можете меня там встретить на выходных. Я бываю там, бывает иногда в пятницу или субботы на воскресенье. Неважно, ее фокусы с членом борту мне больше понравились. Сука, очень смешно. Я думаю, твоя карта в тепле рук поменял ответ. А, я рассказывала про фокус, когда парень поменял карту, да. Короче, я была в паре с одним парнем. Есть видео, где Глеб посмотрел ее фокус. И мне Глеб сказал всегда отвечать «Да, Глеб». И он мне что-то говорил по типу «Ты видишь там вот здесь вот что-то?» И я такая «Да, Глеб». «Тебе это что-то нравится?» «Блядь, тебе нравится, как я трогаю твои ливы сосочки?» Я такая «Да, Глеб». Ну, короче, в итоге спустя... Давайте я дату хотела посмотреть. 25 января? Нет, это было осенью. Может быть, это было в прошлом году. Я по волосам вижу, что это было в прошлом году. Я еще с вейпом, так что это была осень. И, короче, этот Глеб мне написал. Это, наверное, не нужно оглашать. Но он такой типа «Привет, посмотрел твой обзор на наше выступление. Мне понравилось». Я говорю, это не обзор, это вырезка со стрима. Я его не смотрела. Но эта вырезка выглядит как обзор. В смысле ты не смотрела? Ты даже не пересматриваешь свои стримы? Нет. Ты в видео сказала, что ты часто бываешь той кальянной. Если тебе понравилось наше выступление, то мы можем как-нибудь пересечься. Например, в субботу. И еще раз тебя увидеть. Меня за тебя посадят, Глеба. Тое чувство, когда ты просто понимаешь, что ты старая пизда. Я думала, что он постарше просто, на самом деле. Такой ничего. Красивенький такой мальчик. Вот. Ну, мы спи... Не, ну, смотрите, как он... Я думаю, это канал для тех, кто подписался. Там есть интересные видосики для тех, кто постоянно смотрит его стрим. Да, это не мой канал. Это не мой канал. На моем канале каким-то волшебным хуем 15 тысяч подписчиков. А здесь... А здесь 7 тысяч. И типа... И вообще, как? У Евы горит история... Тупая прошмандень. Ева рассказала про бывшего. Мой бывший в гробу сейчас просто перевернулся. Короче... Красивый мальчик, правда. Ну, просто мы с ним договорились, что я на все его вопросы отвечаю. Да, Глеб. Но меня за него посадят просто. Я думала, что он постарше. Прости. Увидимся. Сейчас все такие... Прочекать, что за кальянное? Что за Глеб, нахуй? Найду вы ему босу, блядь. А босы на небе. Короче, да. Не, соски бывает... Хватит про соски, пожалуйста. Это неинтересно. Это еще хуже, чем шутки про говно. Табу! Табу шутки про говно и шутки про соски. Ладно. Плюс сейчас тут кого-то... Блядь, Глеб редкое имя. А вот Иннокентий. Да, Ева. На все мои вопросы... Я волшебник, мага-чародей. На все мои вопросы вы должны отвечать... Да, Ева. Покажи мне пацана, который решит тебя посадить. Его потом самого посадят. На астериск, 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 деда посадят. На астерикс, астериск, астериск. Видите, видите, какие люди, блядь, на этой планете? Им неинтересно слушать что-то про меня. Им неинтересно слушать мои рассказы. Им неинтересно слушать мою аналитику какого-либо происшествия. И мне неинтересно слушать мое мнение насчет чего-либо. Зато история про бывшего, блядь, и истории про хуи и про говно, про деньги и про прочую хуйню, это просто заезжает на актуалочка. Танцуй и шути про говно и про сиськи с хуями. Все, и ты топ-стримерша. Охуенно. Приду на стримфест, и там будет такая вот... Ask your questions, блядь. И я такая... Типа вопросы и ответы. Как это Q&A называют? Questions and answers. Короче, и буду стоять такая на стенде, и будут все такие людишки такие соберутся, и все такие, как стать топовый стримиш? И я такая, шути про хуи. И съебалась такая красивая походка. А, и танцуй. И съебалась красивая походка. Чему я еще могу научить? Я просто единственный стример из всех, наверное, тех людей, которые не занимаются коммерцией. Я, наверное, я 4 года существую, занимаясь стримингом. Что же на что же ты там зарабатываешь, что хуи знает. Я уже настолько заебалась отказывать всем, что мне уже хочется, чтобы меня заваливали. Но мне теперь прекратили заваливать такие предложения. Да, Ева. Тогда ты на том видео шутила. Ева, тебе ходил файт. Да. Жизнь не бьет назад. 24 на 7. Заебись. Классно. Ева, что кушаешь? Картошечка, курочка, морковочка. Гоша, дитя про товаржок. У тебя обрезанный ствол, потому что ты не любишь молочное или что, блядь? Не смешно. А! Я просто... Есть безотказные девушки, а есть Ева. Тебе въебать? Так вот. Ева, как же Ваня? Так мы на троих попередугаем что-нибудь. На пятерых. Да, Ева. О, мои шлядики. И вы когда так... Знаете, когда столько людей пишут, я представляю, что сидят люди, которые за компьютерами, за своими телефонами. Это все пишут. И они такие... Все, такие бренки. Ответь, плейс, блядь, на ВКС будем. А то я твоего малолетнего Глеба на фонаре начин... Сморч, сморч, сморч. Сейчас бы... Будем. ХМ, где-то я уже слышала эту фразу. В чем соль? Я тоже эту фразу слышала недавно, и вы меня перебили. Знаете, я в последнее время начала смотреть телевизор. И в этом телевизоре я нахватываю шуток. И потом могу их воспроизводить. Вот так вот, что ж... У меня такой круговорот шутеечек, блядь, в природе. Так, прожую сначала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...